Так, снова железо на проводе. Сейчас мы с вами продолжим разговор в виде второй серии полчасового фильма. Ругали меня за длинные фильмы, получайте получасовые. Тема та же, персики надо было заглавить, которых не может быть. Щипайте себя и на экране вместо персиков на этом экране вы видите ранетки. Ну давайте посмотрим. Щипайте. Поехали. Я должен некоторые письма читать целиком, потому что любое письмо, где упоминаются персики. Итак, Вера Юдина. Здравствуйте, Валерий Константинович. Пишу обещанное письмо. Живу в Алтайском крае, Рубцовском районе, село Новоматвеевка. Кстати, мотайте на луз соседи, земляки. Общайтесь, знакомьтесь. Очень маленькое село, коих много. Мама троих детей. Как и многие сельчане, несмотря на тяжелый труд, имеем очень скромный доход, фруктов волю не видели. Однажды в руки мне попал каталог Сады России. Кстати, Сады России мою фотографию успели это самое присвоить. Как и многие, потеряла голову от картинок. Хотела всего и побольше. В результате потраченные годы и деньги. Решила поискать более порядочный питомник в интернете. Господь мне показал вас. Поверила сразу и вам и себе. В 2017 году заказала косточки абрикосов. Слив получила первый результат. Из 50 абрикосов 37 зашли. Искусственная статификация. Вот, друзья, пусть сейчас пропельски будет ниже. Вот, но все-таки я не могу проехать. Технология она, и в Африке технология. Или посадка осенью под зиму, или под зиму на волю случая. Или искусственная статификация в холодильнике. Последние два месяца перед высадкой именно абрикосов. Поэтому у нее получился результат 37 из 50. Считайте, Сад готов. Пройдет время, начнется доход. А может уже есть доход. Я ведь с экспромтом, я ведь не знаю, что дальше будет написано. 2018 год. Абрикосы, персики. Из слева результат абрикосы. Из 40 зашли 43. Вот, ну, скажите, что технология мне не та. Скажите, что мы не волшебники. Из 40 зашли 43, да? Были двойневые персики. Из 20 зашли 17. Вот так вот уметь надо. Больше 100%. 19 год. Черешня, вишня, абрикосы. Результат скромный. Черешня 2 из 10. Из 10 вишен войлочных 4. Из 10 абрикосов 7. Ну, сколько бывает. Так. Выписывала черенки, делала прививки, яблонь, гуру. Все растет в этом году. Первые персики. Кушали дальше. Заметьте слова. Первые персики. Кушали. Дальше видеофото. С огромным уважением. Ученица моя. Вот этим-то мы отличаемся. Помните, темирязевых железов? Это самое. Мошенничество. Ложь. Вырастут эти, как она говорит, вырастут жердели. Господи, столько грязи. Зачем? Зари, что ли? Смотрим теперь. Вот ее фотографию. Там, там. Тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара. Это же простые советские люди, которые ничего до этого не умели. Ничего. Ну. В глухом Алтайском селе персики едят. А? Так. Подросли ваши абрикосы. Татьяна Барнякова. Ну, жаль, но мы абрикосы решили пропускать. Подумаешь, абрикосы. Чего их пробовать? Сало как сало. Так. Большое счастье ощущать себя волшебницей. Слово садоводов волшебница. Я себя, это самое. Я придумал это слово, что мы волшебники. А еще помните, некоторые мои в народ пошли эти. Садовод это не профессия. Садовод это диагноз. Поняли? И волшебники. Вот. Где тут было про огромные урожаи? Ага. В прошлом году остался небывалый урожай. Ну, проскакиваем мимо. Проскакиваем мимо. Небывалый урожай перед вами. Не сильно они от перчика отличаются, да? По красоте. Чудеса. Аж замирает это сердце. Не, Наким, а может быть здесь про персики? Ну-ка. Уважаемый Лер Константинович. Нет, неужели про эти? Про, 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 про. Ага, вот. Про, про чем, а что этот, 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 этот. Абрикос уцелел один из пяти, взашещих сколочек. А он самый крупноплодный, крупнее, чем привитыми ячеренками. Ну, опять пропускаем, ребята. Давайте про персики. Сегодня у нас тема узкая. Урожай персиков этого года. Четыре ведра персиков. Трам-там, дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дарам, дара-дарам. Выжаляйте, почему мне помирать нельзя? Я еще не всех сады видел. Прессы Косанские. Выращенные черенка прививкой на местную сливу. Внимание. Так, ну, пока вы видите абрикос. Абрикос. В общем, констатируем факт. Персик-Осанский, прививка на сливое место. Получилось? Получилось. Идем дальше. Это живые люди, это вам не вот эти. Рассказываю как анекдот. Западная Украина, Тернопольщина. Местный питомник. В этом питомнике, в этом местном питомнике, на сайте, а все-таки это самые благодатные места, красуются две фотографии. Знаете, какие? Сейчас, секундочку. Я вынужден вернуться. Смотрите. Умудриться, зная, что Сибирь далеко, и их не поймают за руку, вот эту вот фотографию пришпанторили на своем сайте. То есть самих таких нет абрикосов, потому что они бы их сфотографировали. Правильно? Зачем далеко ходить? Нет, пошли на откровенную ложь. Сибирская фотография, сибирячка, красноярская дама Савиния Силанинсана на моем саду. Вот эту и вторая фотография, где роскошная, такого же уровня, где я сфотографирован, но искать ее не будем. Эта фотография просто подвернулась. И вот эта тернопка, вот эта да, каких высот мы достигли, что наши фотографии сибирские присваивают, ну южнее некуда, тернопочка, но западная Украина. Поняли? Вот. И вот это вот, видите, абрикос королевская на сливу получилось. Так. Абрикос королевский клон железа, выращенный с косточки, по отношению на шестой год. Ну хорошо на шестой. Ну опять я увлекся. А, недалеко от истинной, мы про персики, абрикос королевский, у них все в пральщике написано. Абрикос королевский, в скобках, Франция, является сеянцем, ну то есть откуда выведен был селекция, из сеянца абрикоса персикового, в скобках, тоже Франция. Вот. Так что говоря про королевский абрикос, несмотря на то, что мы на это любуемся, так, любуемся, ну недалеко они ушли. Он, конечно, уже и на королевский не похож. Он вообще черти что. Но у него гены персика есть. Так что я вас далеко не ушел. Фух, персик Хасанский, черенком на прививку, дал мне хорошо знакомый садовод. Он когда-то брал у Железова, маленьким саженцем, у Железова. Поймите, это не мне, это уже вышло за рамки, это не со мной переписка, нет. Просто получая информацию со всей страны. Вот одно из них. Он когда-то брал у Железова, маленьким сейнцем. Я прививки персика сделал на ветке, в крону сейнца, от косточки гибридной, а вот черенки, ну а дальше смотрите. Черенки абрикоса мне дал известный садоводопытник, нашей Нижегородской области, из Лукьянова, Свирин Михаил Васильевич. Жаль, его не стало. Вот отсюда я узнал, что умер Свирин. Мы с ним редко общались, но я ему высыл целый веник своих этих сортов. Ну, догадывайтесь, какого качества. Супер. Все супер сорта. А от него тоже получены... В том числе, я вам благодарен, у меня зацепился абрикос Дар Небес. Но это другая история. Видите? А сейчас Царство Небесное Михаил Васильевич, одному из волшебников наших. Надеюсь, его дело кто-то продолжается. Ну, идем дальше. Наталья Засыпкина. Засвел Патриарх. Ну, это... Тут у меня все перемешка, так что мы это пропускаем. Так, теперь вот это вот надо посмотреть. А что это такое? Разве я могу все помнить? Такой огромный материал. Мы только 10% посмотрели того, что было. Внимание. Ой, красота-то какая. Ну-ка, 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 ну-ка. Вопрос. Справа, от железа в материал? Ой, красотища. Антон Сафронов спросил, от железа в материал? Ой, красотища. Это... Я уже вижу, что это мои эти академики. Вот это да. Так, теперь где он, кто он? Москва. Али. Это он обнаружил в Инстаграме, так? В Инстаграме, в Инстаграме. Что тут еще есть? Абрикос королевский. А, мой. Больше никто настоящего королевского не имеет. И есть же у кого фотографии королевского, но это мои фотографии. Набрал размер, как раз, мягчает, пора снимать. Королевский. Вот, а посмотрите, уже на это самое. У меня получились гибриды с академиками. Перетрахались, извините за выражение. Теперь труднее стало их различать. Так, ну, когда-то кончится. Наверное, это все бесконечно будет идти. Так, я остановил. Идем дальше. Раз попала в мою папочку, значит, значит, это мое. А, вот, Троценко пишет. Абрикос от вас. Прививка или сажение. Павел Троценко. Все, идем дальше. Ой, опять персик. О, Горелов, ура. Персик сорт Хасанский уже созрел в моем саду. В сентябре 2020 года. Красотища. Так, а теперь давайте заглянем вот сюда. Сто лет не видел. Что здесь будет? А, это переписка. И я вижу... Сейчас я вам скажу, что это такое. Персик Хасанский от Железова. Прививка 11-го года. Ух ты, 10 лет назад. Напоросы сливы. Москва, район Митино. Ничем не укрывал. Цветет три года. Это сколько цветет? А, плоды созрели... Не укрывал. Плоды созрели. Первый год сейчас съели прохожие. Девятого мая кто-то умный выкопал рядом пару цветущих абрикосов. На даче растут сеянцы с костя Хасанского. Пока только цветение. Ну, дальше идет перечисление от кого, что где достал. Все прививки на сливе. А сейчас я сам... Это, тут переписка. После... А, кто-то пишет. После таких сообщений все больше уверенности, что скоро персики у нас в Подмосковье будут расти и плодоносить. Вот. Ваши персики уцелели без укрытия. Вот так вот. Теперь... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Персик Хасанский от Железова. Прививка... Я сам учусь. Тут же получается некоторая информация, которую я могу не знать. Прививка так... Значит... У меня тоже было два саженца Персика Хасанский, которые я тоже получил от Железова. Некий Богдан. Две зимы пережили, но третий один погиб. Второй... Как у вас, аккуратно выкопали. Ибо тоже, как и вы, посадил их возле дороги. Украли. Мои персики, в отличие от ваших, ни разу не цвели. Сейчас в своей очереди ждет Персик Минусинский, полученный от сына Железова. То есть от Сергея Железова, моего сына. Такого персика справочники. Да не нашел. Знаете почему? У меня сегодня 15 ноября. Вы... Этот фильм выйдет через один, два, три дня. Вы не успеваете. Вебинар сегодня у меня в 16 по Москве. А мне там вопросы про персики задавали. Я там коротко, но все-таки расскажу, откуда у меня взялся Минусинский персик. Это отдельная тема. Приехал друг и этот самый. Мы с ним обменились материалом. Привез 20 сеянцев персика. Название мы не знали, но он привез Минусинского. И они стали сеянцем Минусинского в моем саду. Довели он до плодношения. Все прекрасно. Видите, а кто-то его ищет, как-то было написано. Вот. Персик Минусинский. Такого сорта в справочнике не нашел. Как мне объяснили, сорт народной селекции. Персик, который растет в ихнем районе. Правильно. Это сеянец вместо привыки. А также 4 персика двух сортов. Ну, а дальше уже не мое. Голубев Александр Михайлович. Волшебник. Уважаю. Преклоняюсь. Самый грамотный садовод, по-моему, в России. Вот. До вершения попробовал уже свои персики и так далее. Смотрите. Сейчас тут большая переписка, да? Переписка. А я вернулся вот к этой фотографии. Знаете почему? Сейчас поймете. Вот эта фотография, а получается как? Я немножко прокомментирую. Нам спешить некуда. Я уже в два фильма не влажу. Мы только проценту 15 посмотрели, что хотели. Будет 3, пусть 8 фильмов. Ничего. Я девочке-студентке плачу по 200 рублей за каждый оформленный фильм уже. С музыкой, с музыкальными вставками. С рекламными этими, там, моими данными. А так получается и могу до бесконечности. Потому что тема огромная. Вот как я хочу расширить эту тему. Значит, человек описывает. Он взял, посадил персик вдоль дороги. Так. И два абрикоса. Ну, абрикосы, наверное, узнали. Ну, естественно, аккуратно выкопали. Помните текст. А персик, это настолько такая диковинная вещь, диковинный фрукт, что ему дали вырасти до плодоношения. И я. Украли бы тоже. Не будет миллионов гибели. И тогда страна покроется не просто в садах это будет, а в обочинах будут расти. Это так легко. Вот помните, там, первый урожай, четыре ведра персиков. Там же наверняка сотни-две косточек. Вот вам сотни-две деревья, если сфиксировать уметь. Сотни-две. А потом геометрическая прогрессия. Вот уже 20 тысяч косточек. Вот уже 2 миллиона косточек. И это все завеска поколений. Они с косточек на 30-40 год плодоносили. А есть еще и прививать. А прививать на что угодно. Есть прививки на сливы, на вишни, на абрикосы, на лучу. Черт-те на что? На терн. Видите, как я завелся? Видя вот эту фотографию. Человек взял, посадил на улице. Молодец какой. Ну что, возвращаемся. Вот это вот навеяло. Вот это вот. Першик, помогите. А, это мы уже проходили. Сейчас прошу прощения. Сейчас идет моя помощница собирать посуху с челенками. Так, продолжим. Продолжим. Еще у нас 10 минут, и компьютер отключит, нет, этот аппарат отключит запись, а потом будет третья серия. Но мы еще... Ой, красота. Ах, я... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, это уже расшифровано. То, что мы читали, ссылку открыли, а там был текст. А вот он, натуральную величину. Так, продолжим. Николай Склокин. Вот его... Ох ты, елки. Я зачем-то адрес его дал. А может, так и надо. Пусть развивает эту тему. Может быть, я неправильно сделал. Может, теперь ему начнут писать. Гони черенок, гони косточку. Вот первый успех Николая Геннадьевича. Тоже первым, тоже от Железова. Мы с ним дружим. Так, сейчас я прошу прощения, буквально два слова скажу. Прошу прощения, жизнь продолжается. Черенки, те самые, в том числе и персиковые, сейчас собираются. Вот, посылки рассылаются дальше. Скоро я уже буду еще 2-3 года, и они будут в каждом районе. Но пока я монополист, пока я... Извините за слово, я-я-я. Пока я единственный в России, который имеет такую коллекцию. Таких коллекций было 3. На Урале Лутенкова, в Черемушках у Боднера Бориса Иосифовича и в Железу Валерии Костяновича. Но двое уже в 21-м году ушли на небо. Вот. Так что сейчас я монополист. И, пользуясь этим, пытаюсь заработать, прокормить очень большую семью. Так. Сливоприкос ваших косточек. Ой, смотрите, с косточек. Вы знаете, вот я не могу, пусть это не персик, пусть это слива. Кстати, они родственники очень близкие. Не зря я привал с персик на слив, у меня великолепные результаты получились. Может, потом покажу отдельно. Я никак не могу собрать в одну папку, разбросанную 20 лет, как у меня урожай, разбросанную по всем папкам. Там одна фотография, там пять. Все, их уже сотни. Если собрать до кучи, то без валидола лучше не смотреть. Тем более, еще и привитых. И на абрикос на сливу, это вообще роскошь. И вот получается, я опять не могу, я все равно говорю, когда Ольга Исакова и ее подруга Наталья Медведева оскорбили страшно. Там были слова, 7 лет, 70 лет прожил, ума не нашла. А почему я их постоянно вспоминаю? Это альтернатива. Альтернатива означает, режьте, режьте, и в стране ничего нет. Вот. Оскорбляли страшно, это самое. Какой-то металлург, ложь, мошенник. Ну, когда слово мошенничество, значит, я мошенник. Смотрите, а я-то тут при чем? Федосеев, а у них-то получается, дички должны вырасти с косточек. Вы понимаете, вот так и написано. А на том, там миллион, сто тысяч подписчиков, и они на этом канале делают погоду. Любой человек, который, я отвлекся, но это и Пешиков касается, присылает им фотографии. Вот они листья, сморщенные, гниющие, чернотой покрытые. Вот. Называют очередную грибковую болезнь и говорят, поливайте. Я-то говорю, что, ребята, стоило только влезть туда, а выскочили мы оттуда с братом, как все в дерьме. Почему? Я говорю, как, если листья заболели, если плоды заболели, если ветки, это самое, сохнут, гибнут, пожалуйста, встаньте на колени. Понимаете? Я, мы, многие из вас, первый раз у меня, у меня уже третий раз, тот же самый анекдот приведу. Пусть я отвлекусь, но это очень важно. Ничего, что мы лишний фильм снимем из-за моих таких отступлений. Приходит доктору старушка, он сидит, наклонил голову, что-то пишет, и не глядя, буркнул, раздевайся. Старушка сняла себе всю одежду, повернулась к нему задом, вот, встала, извините, в позу рака и стоит. Он, наконец, от бумаг отлёгся, парнул голову, что встали-то так, что у вас болит, почему у меня зубы болят, а почему вот такой позе? А я думал, а там внизу, это, корни зубов. И вот, понимаете, я после этого всегда так говорю, ребята, когда у вас болеет дерево, встаньте на колени, 90% гниет корневая шейка и основание штамба. Там причина, прекращается снабжение, 90%, не шучу, а всё, что выше, цистерну подгоните с ядохимикатами, цистерну с водой, залейте её, закормите тонной этих самых, перегноя, фосфорное одобрение, калийное, любое минеральное. Всё это напрасно, дерево больно. И вот они, это больное дерево, говорят, прыскай, прыскай, прыскай. А почему не плазочит? Режь ветки, режь ветки. Вот, ослабляет дерево, оно потом покрывается тучей насекомых. Да-да, берите ядохимикаты. Круг замкнулся. Понимаете? Ольга Исакова, привет. Наталья Медведева, привет. Вот. Привет от ученика Железа Валерия Константиновича. Ваши слова у меня это как-то ложь и мошенничество. Слива и абрикос из ваших костей. Вот она ложь и мошенничество. Человек вырастил. Ну, я, правда, как это называется, увлекся, я, правда, тут руками машу. Но я до сих пор не могу успокоиться. Но уже когда вот это стало явью, до вас уже, вам посылали эти ролики мои друзья. Вы после этого могли извиниться, но не знали мы. Ну, научили нас так. У нас шикарно, но учили-то вас чему. Калечи деревья, ну, перестраивайтесь вы, сейчас не поздно. Я смотрел фотографии, вам еще, извините за выражение, ой, нет, не буду переходить на это самое, на, как это называется, на эротику. Хрусталев. Ну, пусть под снегом, но он выросил мой персик. Пусть под снегом. Ну, вот мой персик в Ге. А там каждый год минус 40, минус 45. Ну, главное, нет. А я еще что хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас укрытие персиков, в отличие от абрикоса, там до высоты трехэтажного дома вырастает, его не укроешь. Яблоня огромные вырастают. Груши видели мы, мы этот самый, как он называется, мой, фотогалерею, да. Огромные деревья. Персик можно наклонять, гнуть, как угодно. И ничего в этом нет не стыдного. Ах, у меня не укрывано. У железа не укрывано. А вы укрывайте. Поверите, там в еврейской автономной области холоднее, чем у меня. Там, на Дальнем Востоке. Укрывайте. Главное, персик кушать. Для этого у нас мозги даны. Элеонора. Да ничего сложного. Самое главное, посадите, нет подтопления сегового водой, дождями. Ну, согласен. Прививку ни в коем случае не заглубить. Ну, кого мне скажут, ну, елки-палки. Отапкивать снег. В начале весы, открести от ствола. Все. Так. Родка, вырастучивая. Регулярно делать обрезку, в том числе, укорачивающую. Так. Выращенный козчик. А кто выращен? Персики, абрикосы, ну-ка. Ну, это переписка, где-то она попала ко мне. Кто-то прислал. Ладно, прислал. Единственное, мне не нравится укорачивающую обрезку каждый год. Если это персики, ну-ка. Нет, абрикосы. Насчет укорачивающей обрезки, тут я не согласен. Но это она переписку вела не со мной. А вот я вам показываю. Сейчас у нас через минуту закончится, отключится этот самый видео. И появится третья серия. Пока показываю. Вот. Это фотография прошлого года. Это все было вам разословно. Это уникальные вещи. Я это называл. Думаю, вот-вот обратятся с Академией наук. И все это уедет в Москву. Тимирязюку, которую закрывают. Вот. В буквальном смысле закрывают. Вот. И уже не первая попытка. Земля сильно дорогая. И вот. Думаю, вот вырастить быстро из этого все, что у меня. И тогда ни один бульдозер не посмеет, ни один тракторист, бульдозерист не посмеет направить его ковши, нож бульдозера на эти деревья. Вот. Но, к сожалению, то есть, то есть. Ну, а дальше небольшая учеба, как и скорость точки растить. Но это уже будет следующая, следующая третья серия. Давайте мы с вами на этом пока закончим. Потому что через 10 секунд он отключится сам. До свидания, друзья. Надеюсь, что это не просто обзор, но и учеба. До свидания, до третьей серии. Субтитры создавал DimaTorzok